Рынок энергоносителей завершает первую торговую неделю года успешно. Трейдеры продолжают фокусироваться на позитивных факторах, которые подводят мировые цены на нефть к новым годовым максимумам. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent в пятницу максимально близко подошла к отметке в 55 долларов за баррель. Однако для преодоления этого барьера покупателям нужны свежие факторы. Цена февральских фьючерсов на WTI также растет сегодня. Баррель торгуется выше 51 доллара. Оптимизм трейдеров на этой неделе связан с победой демократической партии на выборах в штате Джорджия. Это поддерживает надежды на принятие новых экономических стимулов в США, что может ускорить восстановление экономики страны и спроса на энергоносители. На стороне нефти отраслевые данные. Минэнерго США сообщила о падении запасов сырья в стране на 8 млн баррелей. Настроения на рынках были поддержаны решением Саудовской Аравии о добровольном дополнительном сокращении добычи в феврале и марте. Впрочем, об устойчивости котировок пока речи не идет, поскольку текущий уровень цен по большей части связан лишь с обещаниями одной из добывающих стран мира. Для большей стабильности на рынке нефти необходимы более реальные факторы, например, рост спроса на углеводороды. Это, как ожидается, будет происходить во втором квартале, а во втором полугодии восстановление рынка начнет закрепляться. Сейчас на рынке не исключается коррекция. Инвесторы могут сосредоточиться на краткосрочных факторах, которые имеют негативную окраску. В четверг в японском Токио был объявлен режим чрезвычайного положения в связи с ростом числа заражений коронавируса. Суточный прирост заболеваемости в Китае, по сообщениям СМИ, стал максимальным с июля. Таким образом, эпидемиологическая обстановка в мире ухудшается. Рыночная активность в начале января была ограниченной из-за длинных новогодних и рождественских праздников. Рубль открыл новую сессию после выходного дня резким падением по отношению к доллару. Покупатели американской валюты протолкнули курс выше 74 рублей. В поле зрения вновь появилась отметка 75 рублей за доллар. Между тем, на дневных торгах темпы падения «россиянина» сократились. Потери к доллару составляли менее 1%. Ну и в целом настроения на мировых площадках оцениваются как умеренно позитивные. Однако это не находит сегодня отражения в рубле. Сильный рынок энергоносителей также проигнорирован покупателями российской валюты. В этом году рубль, как ожидается, восстановит частично свои позиции к доллару. Однако ему вряд ли удастся достичь отметок начала прошлого года. Основным риском для рубля сейчас выступает вероятность усиления геополитического давления со страны США. Американские конгрессмены накануне сертифицировали результаты выборов президента, утвердив победу демократа Джо Байдена. О том, как будут дальше развиваться события, вы узнаете из наших следующих выпусков финансовых новостей на канале Инстатв. До свидания!